Дорогие друзья, я безумно рад видеть всех в этой аудитории. Мы начинаем наш вечер, посвященный столетию Николая Андреевича Перцева. У нас есть какая-то небольшая программа из нескольких выступлений, а когда эти выступления закончатся, то мы, конечно, будем рады услышать вашу, если кому-то еще что-то захочется сказать. Я знаю, что захочется. И первым вступительным словом к нашему сегодняшнему собранию выступит Михаил Петрович Кирпичников, наш декан. Спасибо, Саша. Дорогие друзья, Без всяких формальностей я хочу сказать следующую вещь, что для меня действительно большая честь открыть наше сегодняшнее собрание. Вы знаете, так сложилось, что мне не пришлось лично знать Николая Андреевича. Но абсолютно очевидно, что это был удивительный человек. И его дела уже сегодня намного-намного-намного пережили его самого. Такое случается только с выдающимися людьми. И это не дежурные слова. Знаете, вот не зная его, я с его именем, с его делами, последние 20 лет, работая на биологическом факультете, сталкиваюсь, если не ежедневно, то еженедельно точно. Я, пожалуй, хочу сказать одну вещь, прежде чем я передам слово тем людям, которые его знали и, конечно, могут рассказать много важного и интересного об этом замечательном человеке. Кроме основного, я думаю, дела своей жизни, он посвятил всю свою, ну, такую рабочую уже жизнь Беломорской биологической станции. Он сделал еще одно очень важное дело, о котором мы, может быть, и не одно, но я хочу сказать об одном деле, о котором мы гораздо реже вспоминаем. И последствия этого и в биологии, и в социологии. Я сейчас попытаюсь пояснить, что я имею в виду. Он был одним из тех, кто вводил в Московском университете полевые практики в нашу жизнь и по существу сформировал во многом вот ту самую уникальную систему образования, которая сложилась в Московском университете по биологии. Делает огромные важности, с моей точки зрения. Но не меньшая важность в самом социальном явлении. Вы понимаете, вот проварившись в хорошем смысле слова на факультете 20 уже с лишним лет, начинаешь понимать, что только пройдя вот ту школу, которую можно пройти только на биологических станциях, человек действительно становится в социальном смысле членом корпорации, которую мы называем Московским университетом, биологическим факультетом. Это огромное дело. И, ну, все, кто это помнит, все, кто это понимает, пронесут, и, я надеюсь, передадут студентам, вот эти вот мысли пронесут это все на собой всю жизнь. Я вот вчера от Саши, от Александра Борисовича Цетлина получил вот это приглашение с замечательной, абсолютной фотографией Николая Андреевича. Абсолютно замечательная фотография. Удивительное сочетание романтика, мечтателя и созидателя. Вот посмотрите внимательно, это видно прямо вот, когда вы глядите на эту фотографию. Вот у меня он навсегда останется таким, как на этой фотографии. Я думаю, что будет правильно, если я на этом закончу, приветствуя вас в здании Московского биологического факультета, и попрошу Александра Борисовича передать слово тем, кто действительно хорошо знал Николая Андреевича. Спасибо. Спасибо, Михаил Петрович. Следующий. Владимир Васильевич Малахов. Спасибо. Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает гусь. Не надо создавать архива, над рукописями трястись. Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять. Но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица. И быть живым. Живым и только. Живым и только. До конца. Николай Андреевич Перцев не был знаменитым. На факультете тогда были другие знаменитости. Но он был герой. Я уже как-то говорил, что древние греки, вот что для них такое герой? Герой – это смертный сын бессмертного бога. Смертный человек, который не боится смерти, который готов отдать свою жизнь за то дело, которое он считает важным и справедливым. Николай Андреевич был героем. Героев не бывает много, потому что, вы знаете, героя нельзя воспитать. Им надо родиться. И вот за свою жизнь таких героев я встречал, конечно, но, пожалуй, меньше, чем пальцев на одной руке. Вот когда вот думаешь о Перцеве, вот в нем это ведь было одно и то же. Это же было одно, один и тот же душевный порыв, когда он в 1941 году прибавил себе год, чтобы его взяли в ополчение и пошел в ополчение под Москвой, потому что он должен был отдать свою жизнь за то дело, которое считает справедливым, дело защиты своей Родины. Конечно, большинство ополченцев погибло, но судьба пощадила Николая Андреевича Перцева, потому что ему предстоял другой подвиг. И вот этим подвигом, творческим подвигом Николая Андреевича была биостанция. Он отдал ее всю жизнь и, конечно, делал это не для награды, не для успеха. Он... Это было его творчество. И получилось, что это творчество, оно ведь выражалось не только в том, что вот были... Была создана эта материальная база биостанции, суда, лаборатории. Была создана особая, удивительная страна с особым духовным климатом. И это, пожалуй, не менее важно, чем вот создание ну, каких-то вот той материальной основы, которая позволяла биостанции и после Перцева существовать еще десятки лет. Понимаете, когда ты приезжал на биостанцию, ты оказывался в обстановке духовной свободы. Ведь вот эта советская действительность, особенно вот второй половины 60-х, 70-х, 80-х годов, понимаете, ну, не был, конечно, Советский Союз империи зла, но он был империей лицемерия. И вот когда ты приезжал на биостанцию, ты оказывался в обществе, где этого лицемерия не существовало. Ты оказывался в обстановке духовной свободы. И в то же время это была обстановка бескорыстного творческого труда на благо общества. Ну, формально, так сказать, ну, понимаете, вот что такое вот люди моего поколения помнят, что вот, ну, скажем, все молодые люди, все, стопроцентные, должны были быть членами ВЛКСМ, заниматься какими-то ленинскими зачетами, ну, всякой вот какой-то такой ерундой. Формально, ну, никакой вот комсомольской организации, вот ты приезжал на биостанцию, ее там нет, вот нет ее и все, куда-то испарялось. На самом деле на биостанции даже существовала партийная организация, потому что Перцев был член партии, член партии был Тавриянин, завхоз биостанции, его жена. То есть было три человека, это минимальное количество для партийной организации. Вот ровно столько же было у Папанина, когда вот он, знаете, вот Папанин, их вот четверо, значит, полярников высадилось, их высадили на Северном полюсе, и, естественно, Папанин там, естественно, сразу же организовал работу партийной организации. Он был партийный, член Папанин потом был Федоров и Шершов были партийные, а Кренкель был беспартийный. И поэтому во время заседаний партийной организации Кренкеля выгоняли из палатки, и он бегал кругами, чтобы не замерзнуть показанности, там вот происходило партийное собрание. В общем, все это вот ты приезжал на биостанцию и оказывался вот в этой обстановке духовной свободы, но в то же время самого настоящего коммунистического бескорыстного труда на влагу общества. Особенно это чувствовали те, кто были в Беломорском строотряде. Вы знаете, тот дух, который был в Беломорском строотряде, невозможно вот так передать. Он настолько менял человека, что человек помнил об этом всю жизнь. Вот мои сверстники, которые прошли через Беломорский строотряд, потом, став уже взрослыми людьми, там иногда в 30-40 лет приезжали на биостанцию, чтобы пару недель поработать в Беломорском строотряде. Это действительно так было, потому что вот это был такой необходимый духовный витамин. И вот этот дух, он был создан перцем, потому что на самом деле кто такой был перцем? Да он всю жизнь и был этим самым первым бескорыстным строотрядовцем. Я хотел бы сказать, что этот дух, дух Белого моря, дух Беломорского строотряда остается с нами всю жизнь. Где я только не встречал бывших строотрядовцев. В нашей стране, где они занимают иногда всякие должности высокие в науке, за границей встречал уехавших и работавших там уже давно, но все они помнят про Беломорский строотряд. Все они вспоминают свою жизнь на Белом море как самое лучшее время в их жизни. И вот сейчас биостанция переживала после ухода Перцева, так уж получилось, что биостанция переживала очень трудные времена. Правда, благодаря тому, что Перцев создал огромный запас прочности, огромный запас прочности, вот биостанция жила 10 и 20 лет без Перцева, но все-таки вот как-то не удавалось поднять ее на ноги, потому что не было строотрядовцев. И вы знаете, биостанция стала развиваться, когда директором биостанции стал член Беломорского строотряда Александр Борисович Цетлин. И вот этот дух Беломорского строотряда сразу осенил развитие биостанции. Я очень желаю коллективу биостанции, очень желаю Александру Борисовичу сил, здоровья, успехов. Желаю не отступаться от своей цели, как не отступался от нее Перцев, быть верным этой цели до конца. Будем двигаться вперед. Спасибо. Спасибо. Владимир Васильевич. Коллеги дорогие, не забывайте говорить в микрофон, потому что когда мы не говорим в микрофон, то это никому из тех, кто смотрит трансляцию, не слышно. Поэтому придется вот так всем говорить. следующее у нас Ксения Николаевна Перцева, Кособокова, дочка Николая Андреевича. Добрый вечер. Моя задача сегодня довольно сложная, потому что когда я думала о чем рассказывать, ну вот и Михаил Петрович и Владимир Васильевич уже сказали много о Николе Андреевиче как о человеке, создавшем авиастанцию и наверное ее дух, но совершенно мне было непонятно, сколько же здесь будет людей, для которых Николай Андреевич все еще человек, которого они знали и встречали, видели. Можно вас попросить поднять руки? Те, кто был каким-то образом знаком с Николаем Андреевичем. спасибо. Нас еще очень много. Нас еще очень много и поэтому я думаю, что я не буду вам рассказывать подробно о том, как строилась биостанция, а немножко расскажу о Николе Андреевиче, о его личности, о том, собственно говоря, истоках, откуда многое в характере Николая Андреевича становится ясным. Николай Андреевич происходил из дворянской семьи, семьи потомственных дворян Эрдели, которые, уйдем очень далеко в прошлое, пришли в Россию по зову императрицы Елизаветы Петровны в 1753 году. Дело в том, что в Австро-Венгрии в это время были страшные налоги на землевладельцев, и землевладельцы венгры, хорваты, болгары не хотели больше оставаться в этой стране, а Елизавета ввела новые порядки, когда налоги были внутри страны полностью отменены. И в 1753 году караваны 140 повозок сетшие в армейском порядке, перекочевал на юг России, и эти люди со своими семьями, со своим скарбом организовали поселение там, где сейчас Херсонская область, и основали крепость Святой Елизаветы, которая потом стала называться Елизаветградом. Потом это был Кировоград, а сейчас Украина присвоила какое-то другое имя этому городу. И в числе новопоселенцев были семьи Живковичей, сербов, и от них ведет свой род Николай Андреевич с одной стороны, со стороны его прабабки, прапрабабки. Венгра Эрдели, вот Венгра Эрдели это, наверное, самая основная часть, мне кажется, не работает микрофон, это самая основная часть наших генов. Эрдели были очень необычными по своему темпераменту, собственно говоря, это был венгерский темперамент, очень горячий, они обладали кипящим темпераментом и мгновенно зажигались и вспыхивали, но также быстро успокаивались. Вот это все вы, наверное, могли наблюдать в характере Николая Андреевича, если сказали с ним хотя бы даже одно слово. Появилось несколько деревень, называвшихся Ирделевкой, находившихся недалеко друг от друга, и на новом месте Ирдели также занялись земледелью. Это были достаточно обеспеченные, достаточно богатые семьи, потому что выращивание хлеба в то время приносило большие доходы. Надо сказать, что бабушка и дедушка Николая Андреевича Серафима Николаевна и Петр Александрович Ирдели происходили из двух разных ветвей, из двух разных кланов. Но оба эти человека принадлежали к этим перекочевавшим в Россию Ирдели. И Серафима Николаевна занималась домом и хозяйством, а Петр Александрович закончил Петербургский университет, юридический факультет. Еще до революции он получил должность в Москве, должность это была прокурорская, затем он был отправлен на службу в Самарканд, где у них родилась дочь Татьяна, мать Николая Андреевича, а потом в Кострому, где он был помощником прокурора окружного Костромского суда. Нельзя нам немножко пригласить свет, потому что фотографии старые? Нельзя. Нельзя. Хорошо. Вот первая фотография Николая Андреевича, слева, совсем маленький, двухлетний, в середине с мамой четырехлетний, справа еще постарше. Татьяна Петровна, его мама, вышла замуж, когда ей было всего 18 лет. Николай Андреевич появился на свет, когда ей было 18. Вышла она замуж за Андрея Владимировича Перцева. Но в силу эрделиевского темперамента этот брак долго не сохранился. Они очень быстро расстались, примерно через год после рождения папы, я имею в виду Николая Андреевича, и эта ссора была настолько сильной, что бабушка Татьяна Петровна не хотела слышать Андрея Владимировича больше ничего. Поэтому в нашей семье очень мало информации о нем. Мы больше знаем о его родных, о его других ветвях рода Перцовых. О них тоже написано биологическое и историческое исследование. В том числе на химпаке работали профессора, два профессора Перцевых, которые приходили с Николой Андреевичу, судя по всему, троюродными братьями. Но, к сожалению, о Перцеве рассказать ничего не могу, хотя мы носим его фамилию. А по сути дела мы так и остались РД. Татьяна Петровна была настолько молода, что ей не очень хотелось заботиться о ребенке, и она оставила его в Костроме со своими родителями, с бабушкой и дедушкой Николая Андреевича. И там он пошел в школу, рос до 30-х годов, до тех пор, пока не переехал все-таки к матери в Москву. И там, в Москве, он учился, на удивление, в 57-й школе. Они жили на Арбате. Он учился в 57-й школе, которая тогда была самой простой, обычной, средней образовательной школой. Вот наверху фотография его семиклассника, красненьким кружочком я обвела его среди одноклассников, а на фотографиях ниже, это уже 9-й класс, вы видите, совсем молоденький мальчик с таким пухлым лицом, мало похожий на того Николая Андреевича, которого мы знаем дальше. После окончания школы, а школу он закончил в мае 41-го года, получилось так, что он собирался идти на биофак, но началась Великая Отечественная война, и уже в первых числах июля со своим отчимом, прибавив себе год, как сказал Владимир Васильевич Малахов, он ушел в ополчение, в московское народное ополчение, они жили на полуказарменном режиме, тушили ночью зажигалки, которые бросали на московские крыши, а когда немцы подошли уже совсем вплотную к Москве, народных ополченцев отправили защищать подступы к Москве, Николай Андреевич со своим отчимом попали в район Крюково, там, где, собственно говоря, недалеко от Чашниково. Там погибло очень много людей, Николай Андреевич уцелел, но в одну из бомбежек в феврале 42-го года бомба угодила в блиндаж, где он был, он получил контузию, попал в госпиталь, и в госпитале происходил обход генеральский. Генерал увидел мальчика совсем юного, спросил, сколько ему лет, выяснил, что ему еще 17, сказал, немедленно демобилизовать, дети не должны у нас воевать. Николай Андреевич демобилизовали, что было делать? Московский университет в 41-м году работал круглогодично без каникул, уже в феврале он пришел на биофак и начал учиться на биологическом факультете и учился всю весну и лето, но 1 марта ему исполнилось 18 лет и в сентябре его вновь призвали в армию. В армию его отправили в Иркутск в кавалерийское училище, где несколько месяцев они проходили обучение и тренировки, а затем отправили на границу с Афганистаном в Туркмении с Афганистаном и вот Николай Андреевич уже в военной форме в 44-м году. Сначала это посередине фотография тоже пока пухлый молодой, молоденький мальчик, а уже к концу года это осунувшийся очень серьезный молодой военный. Николай Андреевич был комсоргом своей роты, своего отделения, нет даже своего полка. И, по-видимому, тогда как раз он вступил в партию, потому что в армии, особенно по граничной службе, в партию вступали все. Я попросила на календаре, который мы печатали, убрать вот эту фотографию с его пропуска, с его какого-то удостоверения. Там есть штемпель, на штемпеле написано НКВД. Я попросила убрать этот штемпель, но он там есть, потому что пограничные войска принадлежали тогда НКВД. Там Николай Андреевич прослужил на границе с Афганистаном до конца войны. Было очень много событий, о которых он никогда не рассказывал, но сейчас я читаю письма того периода и по каким-то отдельным оговоркам можно понять, что там были постоянно рейды басмачей и рейды с нашей территории на территорию Афганистана, чтобы отбиться от этих басмачей. И там он был опять ранен и в конце, в самом конце войны выяснилось, что он заболел туберкулезом. Условия там были очень тяжелые. Это страшная жара днем, страшный холод ночью, в общем, ужасная вода, в которой совершенно нет фтора. В свои 20 лет он практически потерял все зубы и вот был уже вот таким вот очень худощавым, со сморщенным лицом, но, как мы увидим дальше, еще и с палочкой. Про это мне тоже ничего не известно, но, видимо, это последствия того ранения, которые были получены в сражениях с басмачами. Поэтому после войны он не поступил в университет, сразу он пошел учиться, а еще целый год пролежал с туберкулезом в госпитале, но, тем не менее, если вы посмотрите на фотографию справа, там неизменная папироса. Даже туберкулез не заставил бросить курить и не заставило ничто бросить курить до самого конца жизни. Затем, в 1946 году Николай Андреевич приходит снова учиться на биофак, и это первые занятия практически, я не могу, к сожалению, восстановить, где, и первые его однокурсники. Очень жаль мне, что плохо видно. Если вы обратите внимание, если вам видно, здесь в основном однокурсницы, здесь практически нет мальчиков. И только вот на левой нижней фотографии слева в шляпе сидит Володя Макалеев, Мукасеев, который тоже был фронтовиком, тоже провоевал всю войну, вернулся после войны учиться на биофак, а потом, наверное, старожилы могут это знать, был директором ботанического сада нашего здесь, на Ленинских горах. Фотография справа, это, опять же, однокурсницы, ну, такой шуточный снимок у памятника Герцена, у старого университета, у здания старого университета. Первая практика у них проходила в Болшево, не было никакой биологической станции на Белом море, а в Болшево был небольшой домик, и кафедра проводила там практику. Вот здесь, наверное, один только Александр Борисович может узнать человека, стоящего у ступеней, это его научной руководитель, Владимир Александрович Швешников, сотрудник нашей кафедры. А вот коллектив кафедры в том 48-м году, перцев посередине, много женщин, я здесь знаю, по крайней мере, половину людей, но опять же, кроме меня, наверное, только Александр Борисович может угадать Швешникова второго справа. Беклемишев, ну да, конечно, Беклемишев. Ингелина Абрамовна из Ликман, правильно, Георгий Иванович Абрикосов, ну и так далее. Вера Александровна здесь должна быть Бродская, и вот мальчик маленький стоит, это ее сын в деле. Это Михаил Абрикосов узнал. Да, Абрикосов я сказала. Ну вот, вот так проходила практика в Болшер. Они называли эту биостанцию, ну студенты вообще очень любят аббревиатуры, они ее называли Болбистан. Ну, понятно, сокращение, Болошевская биологическая станция. Вполне было весело, на верхнем снимке левом видно, как Николай Андреевич с Владимиром Мукасеевым сражаются с щетками, повидел, мы не поделили какой-то биологический препарат. А кроме того, видимо, вот в июне того года было исключительно холодно, потому что они запутаны во всякие непонятные шали, сидят за микроскопами и изучают те объекты, которые должны изучать. Это однокурсники Николая Андреевича. Для меня это все знаковые фигуры, это люди очень известные в биологии. Слева Нина Нина Георгиевна Кепардина, однокрупница и однокурсница Николая Андреевича, вышедшая замуж потом за Михаила Евгеньевича Виноградова, где-то у нас тут есть их сын Егор, это его мама. Посередине как раз Володя Мукасеев Справа Простите, мне отсюда не видно. Галина Дмитриевна Успенская, низшие растения, профессор доктор наук. Наталья Михайловна Воронина, мой личный руководитель доктор наук, сотрудник института океанологии, но всех их, к сожалению, нет. И Анита Алексеевна Нейман, тоже большой известный доктор наук, из Внеро. Все они тогда были молоды, существенно моложе Николая Андреевича на 3 или 4 года, потому что он уже прошел войну и, естественно, был старше. Все они потом сыграют определенную роль в начале жизни биостанции. Ну, я говорила о характере Эрдели. С генами Эрдели Николаю Андреевичу еще и кроме пламенного темперамента и очень большого носа, это тоже особенность Эрдели. У Эрдели был огромный у всех Эрдели, громадный нос, типичный Эрделиевский, собственно, по нему они узнавали друг друга. Так вот, Николай Андреевич был еще и очень музыкален. Музыкально была почти вся семья. Его прадед собирал свою семью в выходные дни у себя в имении в Эрделиевке и они пели русские романсы, аккомпанируя себе сами на скрипке, фортепиано. Родная сестра деда Николая Андреевича Ксения Александровна Эрдели была знаменитой орфисткой и собственно вот некоторые считают, что меня назвали в ее честь. Ну пусть так и будет. Эта исключительная музыкальная одаренность вылилась потом в том, что в школьные годы Николай Андреевич играл на скрипке, но потом он играл на фортепиано, потом он играл вы сами знаете на баяне и аккордеоне и на дом и на другом и это привело к тому, что мы все любили петь песни на Белом море под его аккомпанемент. Серьезно музыкой он не занимался у него и не было на это времени, но один родственник только что напомнил мне, что у нас в столовой на ББС стояла пианино, привезенная из старого здания университета. В столовой в левом крыле было холодно, не было печки и пианино постоянно расстраивалось, поэтому перед каждым песнопением Николай Андреевич доставал как называется эта штучка? Камертон и настраивал не что-нибудь, не гитару, а фортепиано, вернее пианино. Живой заводной характер не оставлял ему никаких шансов не быть лидером в своей группе и вся группа вместе с ним в зимние выходные отправлялась в Сокольники и каталась на лыжах. Это было как-то совершенно обычно в те годы ходить на лыжах в выходные дни и устраивались определенные соревнования. Вот здесь несколько снимков специально конечно они позируют, но тем не менее. Николай Андреевич и опять же однокурсница. На третьем курсе Николай Андреевич под большим влиянием Веры Александровны Бродской, преподавателя нашей кафедры, руководителя научного кружка решает, что он будет заниматься беспозвоночными и попадает вместе с ней на практику на остров Ладейный в Кандалагский заповедник. Напоминаю, биостанции не было. Практику студенты нашей кафедры проходили либо в Кандалагском заповеднике, либо до этого Александр Борисович всегда об этом рассказывает в Мурманском биологическом институте. И вот это типичная практика начальникам практики, которые здесь хочу сказать, что традиция выстраивать линейку утром и поднимать флаг, наверное, пошла с тех самых времен. Она была и во время моего обучения и продолжается на ББС и сейчас. Справа наверху опять же его группа Бекли Мишев, Зеликман, Цихон и сам Николай Андреевич. Наш любимый снимок Николай Андреевич в шляпе вообще в те времена было принято мужчинам ходить в головном уборе. Если вы посмотрите на выстроившуюся шеренгу, все мужчины в головных уборах в тех или иных в шляпах, в кепках, в беретах. А зимой 1950-го года любознательный Николай Андреевич решил организовать экспедицию в район биостанции. Было известно, что биостанция была основана в 1938-м году и они решили со своими одногруппниками съездить туда и посмотреть, что же там такое. Все, кто были на нашем Белом море, знают, что это места в окрестностях биостанции, что это, скорее всего, биофильтры и киндо-горка. Когда они попали на биостанцию, там не было ни одной живой души и там не было практически ничего. Были какие-то полуразрушенные строения. Они провели свои биологические исследования и через лунки собирали бенто, собирали, наверное, еще и планктон, как мне хочется верить, поскольку я сама занимаюсь планктоном. Но эта поездка, в общем-то, ничем не увенчалась. Дальше, следующий год, это дипломный год. Николай Андреевич начинает делать на кафедре диплом по питанию Гаги. И материал для своего диплома он собирает в Кандалаксе в московеднике, опять же. Он прекрасно стрелял, не знаю, это было последствия тренировки во время войны или просто умение. После, забегая вперед, скажу, что после того, как он закончил диплом, он сказал, что я больше никогда не возьму в руки ружье и никогда не застрелю ни одной птицы. Потому что для диплома ему пришлось убить очень много Гаг, чтобы вскрывать их желудки. На нижних фотографиях справа он в лаборатории измеряет моллюсков из желудков и моллюсков, собранных в естественной среде. на снимке справа наверху капитан Н. Перцов. Они его звали Н. Перцов и Точка. Потому что если он что-то такое предлагал делать, то говорилось Точка Н. Перцов. Вот капитан Перцов на лодке с парусом опять же на островах Кандаларского залива. В 1949 году вместе с ним и с другими его одногруппниками в Кандаларский заповедник приехала еще и группа возглавляемая Малевичем, работавшим в зоологическом институте. И в ее составе была Наталья Михайловна Глухова и Александра Александровна Качанова, известные многим здесь. Ну и Николай Андреевич и Наталья Михайловна как-то прониклись друг в другу очень теплыми чувствами. Завязалась переписка. В 1950 году Наталья Михайловна не поехала с ним в заповедник, потому что она сказала в каком статусе я поеду, практика моя закончена, я никто. Ну и что, что мы дружим с Николаем Андреевичем? Вот такие были тогда взгляды. Девушка не могла поехать просто с молодым человеком, если их ничто формально не связано. Но переписка продолжалась и когда уже Николай Андреевич в сентябре 50-го года закончил сбор материала собирается уезжать, он пишет ей письмо Наташе Глуховой. Это, видимо, мое последнее письмо, так как я собираюсь с 23-25-го сматывать удочки. Хватит моторов, лодок, штормов, камней, корк, наволоков, ветров, приливов, дождей, морозов и прочей чертовщины. Уезжать страшно жалко. Это ведь мое последнее Белое море. Несмотря на чертову погоду, здесь сейчас такая чудесная золотая осень, такая кругом красота, что надо быть дубиной или презренным гомарусом или тупой морской звездой, чтобы все этого не видеть и не жалеть с этим расставаться. Тогда он считал, что он едет в Москву, поступает в аспирантуру и это его последнее Белое море. Но жизнь повернулась совершенно не так. В силу самых разных обстоятельств, о которых мы сейчас даже как-то больше догадываемся, чем мы знаем из рассказов своих учителей, Николай Андреевич был назначен директором Беломорской биостанции, которая фактически не существовала 1 июля 51 года после окончания университета. И началась совершенно другая история. как я уже вам говорила, он уже знал, что там на берегу Великой Салмы нет практически ничего, а его друзья и сокурсники сказали, что они обязательно его поддержат, собрались все вместе и 9 июля, через 9 дней после назначения его директора, все они отправились с ним в район будущей ББС. Последний директор Петр Владимирович Матюкин успел за время своего директорства получить моторное судно, которое потом назвали Персей, и это было собственно единственное почти имущество биостанции. Судно Персей ждало их по Яконде, но мотор, конечно, не завелся, у него было прекрасных три пары мощных весел, все эти люди, а мужчин там было всего трое, сели за весла и с отливом дошли от Паяпанды до места будущей биостанции. Вот мне очень жаль, что плохо видно на этих фотографиях, но опять же внизу те же самые женщины, которых я вам уже показывала раньше, спасибо большое, Наталья Михайловна Воронина, Нина Георгиевна Кибардина, Михаил Евгеньевич Виноградов, вот такой худой сидит на камне в биофильтрах, по-видимому, будущий муж Нины Георгиевны, художник Игорь Рубан, известный впоследствии художник, рисовавший разные полярные пейзажи, древовавший на станции Северный полюс 2, человек очень известный как полярный художник, но хитросплетение судьбы таковы, что в 1987 или я могу ошибаться, в 1988 году в 57 школе учился его внук, который приехал к нам на биостанцию и оказался в стройотряде. это Малышев, Дима Малышев. К сожалению, те картины, которые он совершенно очевидно тогда написал или во время посещения биостанции или после посещения биостанции, пока не удалось обнаружить, но очень хочется. Так вот, вся группа высадилась, как вы видите, просто на камушке, там, где сейчас у нас причал, был, не было никакого подобия причала. В какой-то из книг я встречала эту фотографию, на которой было подписано, что это Кандалатский заповедник. Это, конечно, никакой не Кандалатский заповедник, все знатоки могут посмотреть на Саламатову скалу напротив, на другом берегу, на Великом. Это наш берег. Вот так они высадились и дальше началась история биостанции. Вот что они встретили в 1951 году. Слева домик старожка, в которой жил сторож. В биостанции был директор и в биостанции был сторож. Больше не было никакого штата и никаких сотрудников. Следующий дом слева это пубрик, наш артефакт. Я исключительно благодарна руководителю биостанции, что он сохраняется. Следующий сарай, это сарай, в котором устраивалась кухня, и справа маленькая избушка, это лаборатория. Лаборатория была абсолютно непригодна никакой работе, крыша текла, печка не топилась, пол прогнил. Ребята пробыли там порядка 10 дней. За 10 дней они кое-как наладили быт, жили они в кубрике. Вот эта фотография неправда, потому что в кубрике тогда не было окон. Их прорезали через несколько лет. Это был просто дощатый сарай без всяких окон для того, чтобы сохранять тепло. В кубрике же они и немножко занимались наукой, но на это времени почти не было. И первое, что они сделали, они построили баню. Они построили баню с плавника, который валялся на берегах. В этом строительстве участвовали и все мужчины, и все девушки. Это было совершенно необходимо. Баня черная, печка была внутри, труба была внутри, и баня топилась внутри. Поэтому после того, как люди помылись, они выходили, если задевали стену, то оказывались совершенно черными. Я это помню даже по своему детству. Дальше через 10 дней одногруппники Николая Андреевича уехали, им нужно было поступать в аспирантуру, продолжать свои научные карьеры. Он остался на станции один. Он пытался каким-то образом привлечь к работе сторожа, но сторож был инвалид на деревянной ноге. Что мог он делал, Николай Андреевич сделал сам. Дальше на зимние каникулы к нему приехали еще друзья с биофака, немножко помогли, но все это не позволяло каким-то коренным образом изменить ситуацию. И так продолжалось еще целый год. В результате к концу следующего года Николай Андреевич просто потерял надежду, что можно что-то сделать. Факультет абсолютно не помогал, потому что в то время университет переезжал в новое здание, все силы и средства были брошены на это. Николай Андреевич в декабре пишет письмо. Он пишет письмо, не знаю, видно ли вам, мне придется одеть очки. он пишет письмо замдекану. В связи с большой перегрузкой и ухудшением состояния здоровья, что чистая правда, у него все-таки был туберкулез, и за зиму он успел еще переболеть очень тяжелым воспалением вертик, а также нетерпевым отношением администрации, административных органов и бухгалтерии МГУ к нужным биостанциям, прошу вас с 1 января 1953 года освободить меня от должности директора Беломорской биостанции МГУ. Прошу дать мне возможность передать находящееся у меня под отчетом имущество не позднее 1 января 1953 года. Ну, вот на этот Демарш я даже не думаю, что он хотел уехать с биостанции и бросить это дело, но выхода не оставалось, и посмотрите, как люди действовали в те времена, они действовали открыто и говорили то, что они думали. На этот Демарш он получает визу Андреенко, замдекана. Освободить от работы директора вас невозможно. добиться удовлетворения нужд станции деканат вам поможет. Прошу изложить в письменном виде. Он целый год до этого в письменном виде излагал то, что нужно, но вот теперь его попросили. И действительно с того момента биофак все-таки начал хоть как-то помогать, и первое, что было сделано, Николу Андреевичу выделили три ставки рабочих. И вот это первые рабочие, его основные помощники, которые дальше, в течение двух лет, построили такое количество зданий, лабораторий и всяких разнообразных сооружений, которые были нужны биостанции для ее нормальной жизни. Посмотрите, его назначили директором, когда ему было 27 лет. Все эти люди тоже либо прошли войну, либо возраста Николая Андреевича. Имена и фотографии эти вы можете увидеть. Мне хорошо. Тебе-то хорошо, тебе не. А меня не надо видеть, надо видеть картинки. Давайте, так лучше видно. Так лучше видно. Давайте, не важно, что меня не видно. Так вот, эти первые рабочие в течение двух лет перестраивают полностью ту самую текущую дурявую лабораторию, пристраивают справа фотографию к ней так называемую голубятню. Это маленькая комнатушка, в которую можно забраться только по наружной лестнице, но зато там может жить целых три человека. А на коньке, не знаю, видно ли здесь, вырезана фигурка петушка, которого вырезал сам Владимир Александр Свешников, который тоже тогда был молодым аспирантом на биостанции. Фотография слева. Рабочие работают на крыше будущей Вороньи Слободки. Справа внизу это остов будущей Вороньи Слободки, 1953 год. Только Вороньи Слободка называлась тогда совсем по-другому. Вот эта лаборатория наверху, из нее потом получилась эмбриологическая, к ней пристроили еще два крыла, перевезли ее с того места, где она была. Она была покрашена в желтый цвет, поэтому она называлась желтый дом. А Вороньи Слободка будущая, она была покрашена в зеленый цвет, поэтому она очень долго называлась Зеленый дом. И Вороньи Слободкой она стала по-моему только уже после смерти Николая Андреевича. Начинается строительство главного лабораторного корпуса, опять же руками вот этих трех-четырех плотников. Проект главного лабораторного корпуса полностью подготовлен и рассчитан Георгием Владимировичем Кибординым, отцом Нины Георгиевны Кибординой и дедушкой нашего Егора Виноградова. Он очень любил биостанцию, он был художником прекрасным, и у многих из нас сохранились его пейзажи из окрестностей биостанции. Работали все. Слева внизу фотография Натальи Михайловны Перцовой на восьмом месяце беременности с Львом Александровичем Зинкевичем строгают доски для пола этой лаборатории желтого дома. Ну и в 54-м году устанавливается ветряк, который вопреки всяким досужим домыслам какое-то время работал, давал энергию для столярной мастерской, вы видите внизу сарай, там была циркулярная пила, на виде циркулярной пиле пилили доски, все, что было нужно для биостанции. И вот уже через два года, летом 54-го года, мы видим вот такой пейзаж. Здесь сарай для хранения самого разного, да, еще в то же время купили лошадь для биостанции, это зимний гужевой транспорт, ее нужно было кормить, здесь у нее был склад сена и, собственно, сама конюшня, маленькая стойла. Опять же, домик сторожа, который уже был раньше, дом рабочих, одно из самых старых зданий сейчас на биостанции, левое крыло главного лабораторного корпуса, кубрик, сзади крыша дома директора, впереди то, что когда-то называли чинфана, а вообще-то это было аквариальное, был вырод в берегу погреб, сделана крыша, все это было обложено камнем и там сохранялась низкая температура, поэтому можно было держать живой материал и работать с ним на практике. Ну, справа навес для того, чтобы вытаскивать на зиму лодки и персей, дальше лаборатория желтый дом, ну, Воронеж-Слободка здесь уже не поместилась. Так вот, за 50-е было построено практически основу всего, что потом уже вы видели в 70-х и 80-х. Как я уже говорила, желтый дом с голубятней, главный лабораторный корпус, зеленый дом Воронеж-Слободка, дом рабочих, дом директора, ветряк, было получено первое судно ломоносов, была построена пилорама и получена сама пилорама. Здесь присутствует самый главный механик ББС Александр Яковлевич Цупин, который эту пилораму получал, налаживал и устанавливал. Александр Яковлевич, помашите, помашите рукой. Александр Яковлевич, он здесь, я его видела. Построен дом Зенкевича, получено судно научный, биолог, построена столярная мастерская, преобразована потом в кинотеатр Баляна Глотус, потому что на биостанции нужны были развлечения, мы смотрели кино, и с Паяканда приезжал киномеханик и крутил фильмы. В 70-е, 80-е построен трехэтажный аквариальный каменный корпус. Каркасные засыпные дома начинаются строить, потому что Николай Андреевич начинает экономить лес. Он подумал, это очень нерачительное расходование древесины, если строить дома из бруса. Надо делать каркас, с двух сторон набивать доски и засыпать это отходами, опилками, которых было на биостанции очень много на поварахе. Опилки просеивали, сушили, засыпали эти каркасы домов, и таких домов на биостанции 5 или 6. Дальше построен дом Нинлёй на Семёновой, и это я имею в виду ну ладно, неважно где. Двухэтажный дом сотрудников по саде аквариального корпуса, полученный суда СЧС-2032, Макаровец, научные 2, Адмирал. Перечислять можно бесконечно, и я совершенно не хочу рассказывать вам историю развития биостанции, про это есть, во-первых, книжка Натальи Михайловны Перцовой, отступлю в сторону. Весь первый тираж распродался, поэтому мы с Михаилом Юрьевичем Докаревым решили переиздать книгу. В ней нет никаких изменений, в ней убраны десяток опечаток, которые были случайно допущены в первом издании, поэтому те, у кого книга есть, могут не беспокоиться. Те же, кому хочется книгу приобрести, могут обращаться к нам. Несколько экземпляров мы принесли сюда. Подписи под фотографиями в книге есть, поэтому там вот только вот те ошибки, которые были, частично исправлены, но, к сожалению, ваше предложение не прошло, места не хватило. И вот в 80-е годы мы видим вот такой план биостанции. Те, кто там были, они могут при реализации понять, где что, но если сравнить фотографии 51-го или 54-го года, вы понимаете, сколько было сделано за эти годы. Ну, что еще сказать о Николе Андреевич? Конечно, он был директор. Почему-то тот слайд проскочил, но неважно. Там были такие официальные фотографии директора в кабинете под фотографией под портретом Ленина, в галстуке, в пиджаке. Но в душе, конечно, он был капитан. И это вот фотографии капитанские в капитанской фуражке самых разных времен, начиная от 49-го года, 60-е, конец 60-х и вот такой вот на носу научного. Ну, и песни неотъемлемые обычаи и любимое дело Беломорского стройотряда. Ну, и до стройотряда песни пели с удовольствием почти все об оригинной биостанции, хотя я встречаю в социальных сетях самые разные отзывы от самых неожиданных людей. Например, Дмитрий Сухарев написал, что Николай Андреевич принуждал по субботам собираться в столовую и петь песни под боязом. Вы можете согласиться, вы можете не согласиться. Ну, и это вот песня в теремке, который был специально построен рядом с агарками, чтобы стройотряд не мешал спать своим друзьям и одногруппникам. В маленьком теремке можно было пожарить какую-нибудь еду, грибы, гренки и петь песни не мешая никому. Ну, и вот эти фотографии очень хорошо говорящие Николу Андреевичу, как он опять же ирделевская внешность, большой нос, волнистые волосы, соль с перцем и обязательно берет или какой-то головной убор, просто потому, что волосы были настолько пышные и настолько быстро росли, что их необходимо было прятать в какую-то головную убор. Ну, и, конечно, неизменная папироса. Фотографии с Владимиром Николаевичем Веховым. Они просто развлекаются. Они любили уже в возрасте 60 с лишним лет поколоть дрова у бани. Ну, потому что это же здорово. Николай Андреевич устраивал первомовские демонстрации. Когда я была маленькая, мне здесь всего 5 или 6 лет, 1 мая у нас идет демонстрация по биостанции с флагами, флажками. Николай Андреевич очень любил общаться со своими сотрудниками. Здесь Антонина Николаевна Турьянина, многим из вас знакомая. Ну, и обожал в день рыбака самолично готовить уху на всю биостанцию. Здесь вот еще не построена пристройка к аквариальному корпусу, но ее месте был большой котлован, там ставили треногу, вешали огромную кастрюлю, варили суп, варили уху, а потом торжественно нанесли ее в столовую, чтобы угостить всех. Ну, это, собственно, конец моей истории. 5 июля 1987 года Николай Андреевич не стало, он остался на биостанции насовсем. И я думаю, что необходимо сказать, что последующие примерно 20 лет биостанция непрерывно деградировала. Это совпало с очень тяжелыми временами в стране, разрухой, перестройкой, но это происходило еще из-за неумения пришедших ему на смену директоров, а в отношении директора, который предшествовал Александру Борисовичу, я, пожалуй, скажу, еще и нежелание что-то делать для биостанции. Хотя мы все еще были молоды, мы очень хотели помогать, но невозможно, ничего нельзя было сдвинуть. И только с приходом Александра Борисовича, который сумел вокруг себя создать прекрасную команду помощников, Леонид Давидович Папанашвили, который собрал прекрасных технических сотрудников, ну и наверное всех нас в какой-то степени, а еще совершенно бескорыстных меценатов и спонсоров. Александру Борисовичу удалось вернуть биостанцию к жизни, а сейчас она просто расцветает и растет. И этим мне хотелось закончить свой рассказ. Я думаю, что Николай Гречный нас сверху смотрит и радует. Спасибо большое, Ксения Николаевна за такой преликновенный доклад. Спасибо. Сейчас что-то дальше что-то. Да. Вот прежде чем я перейду к своему короткому докладу, я хочу представить вам книжки, которые вы можете отчасти даже добыть. Вот книжка биостанции, это фотоальбом Антона Ланге. Очень личная такая фотоистория человека, который вырос около биостанции на биостанции, делался замечательным фотографом и выполнил вот такой очень необычный проект. Книги есть там снаружи, вы можете их взять. Вторая книжка это такое новое, но однотипное издание флоры и фауны Белого моря нашего иллюстрированного атласа, флоры и фауны Белого моря. К несчастью, этот тираж до нас еще не доехал по каким-то изрядно выходящим обстоятельствам, но через неделю все равно этот тираж будет и мы сможем снабжать всех этой книжкой. И последнее, что я хочу сказать, посмотрите на вот этот портрет Николая Андреевича, он совсем не очень обычный, а на самом деле совсем необычный, потому что он нарисован роботом. Это роботом, роботом, и его робот написал, он по-моему маслом написал, по просьбе организаторов, что я не знаю, как сказать, владельцев компании, которая называется RoboHood, и это компания, которая разрабатывает действительно роботы, которые пишут картины. У них есть рука, они макают тисточку в краску, и дальше имейте в виду, что это вот так. Ну, а теперь я начну свое короткое сообщение, и это сообщение посвящено некоторым, на мой взгляд, важной стороне деятельности Николая Андреевича, потому что за кипучий такой организационной деятельности иногда пропадает некий смысл того, что сделал Николай Андреевич. Об этом немножко сказал Михаил Петрович. Это Беломорская биостанция МГУ, как образовательный проект Николая Андреевича Перцева. Но вот сейчас, когда мы находимся накануне второго всемирного съезда морских станций, я могу точно сказать, что их примерно 850. И среди этих 8500 морских станций ВПС занимает свое особое место, и это связано с удивительным сочетанием разнообразных полевых практик студентов и атмосферы активной научной работы, в которую погружен каждый, кто находится на биостанции. Мне кажется, что этот результат это проект целенаправленной деятельности Николая Андреевича. Вот биостанция задумывалась в 1938 году как какой-то маленький стационар, на котором будут проходить практику студента кафедры зоологии беспозвоночных. И вы видите, вот это одна из первых практик, где действительно несколько студентов и наверное кто-то из аспирантов, наверное Владимир Александрович Вешников уже аспирант, но тем не менее вот это тот объем студентов, который предполагал как я полагаю Лев Альтон Зинкевич когда начинал хлопоты по организации морской станции. А вот проект Николая Андреевича как оказалось был совсем другой, потому что через 10 лет, ну Ксения Николаевна хорошо описывала как этап развития станции, но вот через 10 лет после того как Николай Андреевич высадился на берег Великой Салмы ББС на который еще не было никакого электричества которое подавало попаление электропередач так вот там появились специализированные практики целого набора кафедр физиологии, эмбриологии, хитеологии, гидробиологии, кафедры биофизики физического факультета и эти специализированные практики часто были переплетены с научными исследованиями и каждая такая программа привлекала на ББС новых ученых и стимулировала новые исследования и новые полевые проекты полевых практик ну вот один из важных очень проектов это практика биофизика с физического факультета она происходит до сих пор ежегодно и в значительной степени она была организована Натальей Сирной Ликуновой и особенность этой практики была в том что на этой практике впервые на Беломорской гостанции появилась самостоятельная работа студентов это было очень большое новшество организации этих работ постановки задачи были привлечены лучшие ученые экспериментаторы которые в то время были в университете и эти задачи действительно были очень интересными но конечно это появилось не на пустом месте а на основе того что на Зенегородской биостанции а конечно эти биостанции были связаны самостоятельные работы студентов были начаты еще в довоенное время и вот это представление о том как организовать студенческую работу с тем чтобы студенты оказались очень заинтересованы в ее результатах это очень хорошо сработало я помню что Владимир Петрович Кулачев несчастье от нас ушедший он так и объяснял что все хорошее что он получил в Зенегороде это была самостоятельная работа все остальное он был так себе а вот самостоятельная работа это то что доставило ему настоящие удовольствия ну вот это те знаменитые экспериментаторы которые работали на биостанции в те годы и с их именами связаны и замечательные научные исследования и постановка новых оригинальных полевых вот таких задач с 1972 года появляются новые студенты появляются младшие студенты и появляется курсовая практика по зоологии беспозвоночной и ботамики для студентов второго отделения классического нашего биологического факультета в то время факультет был разделен на два отделения на отделение современной биологии и отделение классической и не как бы а просто отделение классической биологии и вот второе отделение шаг за шагом стало перебираться из Чашникова на Беломорскую биостанцию. И это вот эти картинки, какие из этих практик привело к тому, что число студентов и преподавателей, посещающих Беломорскую биостанцию, достигает 500 человек в сезон. И в это время Беломорская биостанция является самой большой по количеству студентов морской станции в мире. Таких больших станций больше в то время не было. Сейчас уже есть, а тогда не было. Ну и вот ББС формируется как уникальный проект сочетанием многолюдных студенческих полевых практик и научных исследований в области биологии моря. Вот это то, что удивительным образом удается сделать на Беломорской биостанции. И мне кажется, когда мы говорим о деятельности Николая Андреевича, то вот за многими другими яркими какими-то историями и чертами его деятельности, вот эта образовательная часть обычно упускается, как будто бы он был в стороне. Он на самом деле делал не как в стороне, а был организатором и больше других понимал смысл этой деятельности. Ну вот просто несколько кадров, смешанных за разные годы, потому что практика студентов не так сильно меняется с годами. Морские звезды остаются морскими звездами, тралы остаются тралами. Вы видите здесь фотографии, наверное, 50-го года и 23-го года. Ну и вот, видите тут, 74-й год и 23-й, все очень похоже, только экипировка студентов чуть-чуть меняется, и появляются пластиковые ящики вместо девианток. Ну вот, собственно, это все, что я хотел сказать. И хочу еще раз напомнить, что вот этот образовательный проект Николая Андреевича оказался успешным и удачным, как мне кажется. Спасибо. Следующий у нас записан Михаил Юрьевич Токаев. Я здесь. Вот, ура. Ты не поверишь, что я пришел. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие мои. Я знаю, что там не хватает буквы, но я уже не буду менять презентацию. Николай Андреевич меня простит, я думаю. И все эти слова с большой буквы, потому что каждый из этих слов имеет совершенно самостоятельное значение. Слово станция имеет самостоятельное значение. Николай Андреевич, несомненно, не, и биологическое, все, и даже имя. Если мы задумываемся о смысле, почему же там крестят во имя Христа, почему что-то во имя происходит, в этом смысле имя подразумевает собой имение сущность человека, что он имеет, да. И вот это во имя, это и означает, что это у нас следует дух и то дело, которое делается этим человеком, да. Ну вот, и вот Николай Николаевич Константинов, который после разгона второй школы породил целую серию физмат-школ, там 179-ю, 57-ю, и, так сказать, здесь. Поднимите руки, кто вышел из этих школ. Прекрасно, да. Мы видим, что треть здесь сидящих, если ближе к 40%, вышло из этих школ. Да. И, соответственно, Николай Николаевич до последнего дня, как бы, и там организовали математические олимпиады, и, соответственно, он и придумал возить школьников на биостанцию. Я один из них. В этом году нашему отряду исполняется 50 лет. У нас в Губине с Оргцовым, еще целая группа простой товарищей. Здесь, значит, ходячих есть, наши старшие товарищи, которые на год постарше приехали. И у меня, мы три года назад, мы знали, что наступит столетие Николая Андреевича, даже рассчитывали дожить до этого времени, и поэтому начали собирать воспоминания. При том энтузиазме, который высказывает люди, потом, чтобы что-то вспомнить и написать, за три года удалось собрать 60 людей, которые что-то вспомнили, да, и написали на бумагу. Учитывая опыт предыдущих товарищей, мы эти не стали печатать от греха подальше, выложили в интернет, и все люди могут заранее ознакомиться, в течение двух-трех лет, значит, успеть что-то там себе доделать. Но вернусь к теме словами, если вы успели прочитать, потому что я не... Из-за того, что... Да, ну, это надо одновременно читать, потому что пересказывать Константинова и всех других мне не хочется, потому что это их цитата. Но могу начало. В течение многих лет большой работы по созданию биостанции выполнял студенческий строотряд. В отличие от других, этот строотряд был, что называется, коммунистическим. Это значит, что работали за харчей без учета, выполнена работа. Обычно приезжали уже с сплоченными группами, часто студенты МГУ со своими учениками, которых он встречал в матшколе. Что же было стимулом для этих работников? Первое. Возможность пожить и поработать среди друзей и единомышленников. Второе. Песни. Николай Андреевич был отличный исполнитель песен и аккомпаниарк. Третье. Природа. Море, тайга, белые ночи, тишина. Четвертое. Полный отрыв от привычной обстановки свободы. И это слово, да, и пятое. Участие в создании чего-то очень хорошего, а именно Беломорской биостанции МГУ. И никаких мыслей о зарплате. Надо сказать, что в этой же книге, не в этой, а в своей книге, Николай Константинов вспоминает слова своего деда. Его дед, кстати, говорят, что никак не связан. Его дед учился в реальном училище Мазинга, и поэтому он заранее был связан с 57-го школы. И его дед говорил о том, что нет смысла заниматься делом, на которое ты потратишь меньше, чем жизнь. Все остальные дела не стоят внимания. И подробно вы можете познакомиться с этим историей, и, конечно, в книге Натальи Михайловны, и в Катиной книге. Спасибо за них. Собственно, здесь вдруг я неожиданно узнал, что я, как все любили говорить, ровесник Октября, я ровесник стройотряда. Сказано, что первый официальный стройотряд был создан в 58-м году, а в 57-м, значит, мы остались на станции, в 58-м уже был создан первый стройотряд. Да, это слова, да, не ленчевые. И, кстати, здесь важное дело, что, значит, Боря Виленкин и Боря Пшеничный сочинили тогда две песни «Океан и Святую Марию», которые часто воспоминаниями приписывают самому Николаю Андреевичу. Вот, оказывается, там не все так. Ну, вот я быстро пройдусь по любимым занятиям. Сплав было, остается моим любимым занятием. Единственное, жалко, бревна кончились, надо честно сказать. Бревен раньше было много, как вы видите. И это некое первобытное состояние, когда ты оказываешься и занимаешься то, чем первобытные люди занимались, собирательством. Ты бегаешь по бревну, постукиваешь, по звуку определяешь, насколько оно целое, достаточно его выкапывать. И ты, у тебя, этот режим твой полностью согласован с природой, у тебя 4 обеда, 4 сна, 4 ужина, и все это повторяется в таком медленном цикле. Вот, как правило, это 5-6, значит, мужиков, две девушки, которые готовят обед и деда. Значит, вот, я помню, как на Белых островах, на импровизинной столе, сделанной из катушки, из-под кабеля, да, там стоит, значит, миска с квашеной капустой, с солнышком разложенной соленой огурцей, и бутылка невиданного кальвадоса. Почему в Паяканье продавался кальвадос, было непонятно. Но все люди образованы, и просто это заменяло нам чтение. Ремарка, значит, достаточно было приобщиться таким образом. Вот. Ну, вот здесь Петя Свешникова, моя сестра Наталья, Ленка Свешникова, и вот Леша Грунгаржимайла там связывает. А также вы видите вот этого человека, взмахнувшего рукой, взмахни рукой, где этот Арно Рушайло, который только что сбегал с катааппаратом. Вот этот Арно Рушайло, вон он там справа, понятно, что он не самый крупный, так и остался. И, собственно, второе достойное дело – это трасса. Для людей, как раз вот моего поколения, пятилетие, начиная с 73 по 78 год, трасса была основным делом. Чтобы я бы сказал словами дежура. Александр Дежур, понятно, что я заранее считаю, что Николай Андреевич, он внес физику и математику вклад, который, ну, то есть, совершенно несравним. Один человек не мог так много сделать для физики и математики, не мог породить столько академиков и докторов наук, поэтому я буду привычный говорить, там кто-нибудь там дежур, как и все доктор наук, да. В данном случае, там, американский университет, ну, неважно. До конца августа долбили кирками и лопатами грумут, там, где таковой в виде исключения долбился и копался. Громозили реже и потаскивали булыжниками, там, где не очень, что в основном. После чего запихивали, там, местилище, обмазанный бетон снизу, фторин, натрия, гладко-острогенный ствол. Вот я там копаю, вот дежур внизу слева, да. Он, понятно, уже закопался. Яма должна быть метр тридцать, да, так сказать, чтобы стол стал шириной 20 сантиметров и, значит, соответственно, в другой, в другой, нет, 60 на 20 и метр тридцать в ноль. Для Клеева, который тоже, как все, стал доктором наук и сейчас, значит, соответственно, глава этой института физпроблем вместо копийцы, вот. Для нас с ним было легче выкопать яму метр тридцать на метр тридцать, на метр тридцать, потому что мы просто не умещались. Ну, каков был удар, когда в Исовский, значит, отряд, мы вдруг увидели яму, которая, соответственно, полностью с отдаком. Она в глубину была метр тридцать, в ширину 20 сантиметров, в другом размере 60. Понятно, что это не человеческая яма. Да, они маленького математика держали за ноги, но он выкопал это саперной лопаткой. Это был просто привет. Привет из июльского отряда в Августовске. Вот. Вот там, где живет, да, и как бы дежур дали. Копателем и поднимателями были мальчики, причем копали поочередно по двое. Один ковыряется в яме кирпой, или эльхорадочно вычерпывается одна неутомима оплывающая грязь, а второй лупит его в это время сверху в пустыне рубашки для предотвращения кровососания копателя кровососущими насекомыми. Другим достойным делом была пилорама, она для всех была фактически, кроме Фистехов, она была Даймойна, и Фистехов она тоже, в основном, хотя Фистехов поручались, то есть дела электрические. Мы видим Меркова за пилорамой, мы видим Николая Дреевича, настраившего. Мы, девочки, обрезали доски и распыливали горбыль на дрова. Мне работает очень, нравилось. Быстро видишь результат работы. Штабель досок, гору дров и кучу опилок. К тому же добавим приятный запах и высокую самооценку. Это была квалифицированная работа, важно было соблюдать технику безопасности и беречь руки. Постепенно мы подберемся к тому, о чем мне понадобится сказать, что могу заранее сказать, и все остальные будут просто аргументами в обосновании этого лозуга. В 16 лет человек хочет быть нужным, он ощущает свою неустойчивость. Ему говорили, ты нужен, ему говорили, ты умеешь, ты можешь. И это было с каждым. И вот и Тяпа, да. Ну вот, собственно, да, это Тяпину. Какую работу выполняли? По началу малярили, потом приехала по Чукаве, затащила на пилораму, на всевозможных станках, продольная пила, поперечная, строгальный станок. Тяпа давно математик Германии, все эти слова для нее прям самые яркие, самые понятные, что же можно делать. Работал на пилораме, утеплял домопилками и даже однажды была бригадиром-плотником. Однажды, хорошо, Николай Андреевич приходил к нам с линейкой и уровнем, и проведя нашу печку с точностью до миллиметра и градуса. Однажды даже развалил всю нашу дневную работу, намерил лишние полсантиметра. Конечно же, потом оказалось, что колосники, которые он принес, на 5 сантиметров хуже, чем подготовлены для них полочки. Николай Андреевич пожал плечами, поставил на одну пару кирпичей и уже никаких дальше положил колосники. Так оно и осталось. Собственно, вот эта борьба требования, это было продолжение той бесконечной игры, в которой надо было, чтобы они научились это делать, а не потому, что так уж нужно для этих колосников вот это расстояние между бревнами. Ну вот это слова нынешнего замдекана о том, как они поднимали и о том, как створили. Утверждается, что Лена Гуртовая находилась подальше от тех, кто поднимал, и она утверждала, что они поднимали не рожными, а матом. Но этого я, честно говоря, не помню, говорит товарищ Рубцов. Мы ему поверим. Большое дело, большое дело, понятно, что строили дома, и я потом вернусь, ну и вот, собственно, про эти дома я рассказал ту историю, которая была с колосниками. И флот. Причем в двух воспоминаниях начало одной почти такое же. У Леши Грумгрыжемайлов, который нас слушает, он не смог прийти. Приехали они по Яконду, забрались на научный, и, значит, Николай Андреевич позвал Лешу. Леша взобрался на крышу Рубки, где уже порвало, сказал Николай Андреевич. Он сказал, мне нужны два помощника для работы на ИРК. Парень и девушка, мне вас рекомендовали. С этой минуты ко мне прицепилась ник Лёка Матер с ударением, например, на первый слог. Николай Андреевич тут же передал мне штурвал и обозначил курс. Человек первый раз приехал. Он только что слез на биостанции. Он говорит, давай, иди. Ну хорошо, что Лёха оказалось, что он там год на год раньше ходил по реке и примерно понимал инерционность. Точно такой же воспоминания. А дальше, конечно, что девушка, которая присадили, стала моей будущей женой. Читаю и другое воспоминание. Как только я приехал, меня прозвали Матерсом, меня присадили Ирину, а стала будущей женой. Посмотрел фамилии разные. Это были разные люди. И только в той истории, которая точно начиналась с Натальей Гариной, там не было этого, значит, как бы непонятного конца, что все поженились. А так все было как бы примерно так же. И стройка. Да, вы видите Сашу Романова, значит, Гнедина, вот, собственно, Константинов, я им помогаю, Хохлов на шасике. Что нам говорит Хохлов? Какую работу вы выполняли? Да в широком диапазоне. От копки лопатой до сварки арматуры. В основном все занятия Хохлова были плотницкие. Особенность тут в том, что даже копка Мерзли на морозе всегда поднималась, принималась как часть общей для всех большой задачи. Вот это, конечно, удавалось. Исключительно благодаря Николаю Андреевичу. Он представлял перед нами как ответственный стратег. Ему невозможно было не верить. Так что любое дело, выполняемое артельно, казалось формой существования комфортно-психологически. Ну, конечно, опять скажу, тоже, конечно, как доктор наук. Что самое запоминающее? Не могу не отметить тучистку сортиров и вызов ящика с говном на картофельное поле. Вот где я реально был и остаюсь горд и таким опытом. Ну, дальше пеньо. Здесь мы... Да, понятно, что все пели. И про пеньо. А может быть, я... По-моему, по времени мне тяжело. Я про пеньо пропущу. Пропущу. У меня на этот счет воспоминали Наталье, да, Гариной. Но здесь... Какие пели? А, ну, Ира Шамина, она Соколова здесь присутствует. Пели все и все. В первый же день нашего приезда в недостроенном новом аквариальном корпусе Николай Андреевич устроил спевку. Не исключено, что в первый день это действительно было принуждение. Надо сказать честно. Кажется, некоторое он сам сочинил или переделал. Ну вот. Но, судя по всему, как бы тоже обошлось. Одно... Да, действительно, были пластинки, мы их слушали, особенно на Белом море. Как бы это все чрезвычайно большое впечатление производило. Отъезд. Практически ежедневно в 17 часов на Аперсе собираются почти все обистатели станции. То, что творится сейчас, кто сейчас на биостанции существует, понимает, практически каждые 2 часа какая-то группа куда-то уезжает, и поэтому, значит, провода и будение происходят непрерывно. Вот. Тогда было пореже. И все обитатели станции совзавинно махали кто чем могли. Кто рукой, кто какой-нибудь тряпкой вслед за уходящим катером. Но хорошим тоном был платочек. Желательно белый. Или очень большой платочек вроде шали. Держать их надо было определенным образом. Полотнище надо было располагаться в вертикальной плоскости и развиваться на метру. Вот. Значит, лидерами были Владимир Николаевич Бехов и Елена Дмитриевна в альтресоответственно. Николай Андреевич платочком махал. Если, конечно, был среди провожающих, а не стоял у штурвала научного. Позднее оказалось, что во всех куртках, пиджаках и телогрейках директора в каком-нибудь заповедном кармане всегда лежал птичный отутюженный платочек, припасенный на этот случай. Вот. Обязательно ритуалом были гудки. Научный давал два гудка. Первый сразу после отхода от пирса, а второй, когда пирс исчистоял из поля зрения у креста. При отъезде на МРБ, лишенном какой-либо системы издающей звуки, прощальные гудки издавала сирена научного, остававшегося у причала. Характерно, что никакого воя с провожающим в то время не было. Этот великолепный атрибут появился чуть позже, в сентябре 73-го года, благодаря отъезду Вехова. Уезжал он рано и на МРБ. Немногочисленные провожающие махали платочками, но гудеть было решительно нечем. Научный почему-то оказался заперт, а сирена недоступна. Решили изобразить вой сирены научного, и по команде 3-4 забыли. Вот вам и 35 лет ритуального воя. Это, конечно, Наталья. Да, и вот, я помню, вот эта фотография наша, был полный туман в наш первый приезд, поэтому погнали Сейнер, Сейнер, поскольку у него был только локатор, довез нас на рейде, нас по 5 человек снимали, пели, и хор становился все меньше и меньше, и люди уходили сразу в туман, то есть они сходили с борта, забирали 5 человек, и оставалось там 20, и так все уменьшалось, удивительно до сих пор это стоит в глазах. Ну и, собственно, директор, вот здесь читать, то ли каждый, там Шамина пусть сама читает, абсолютно безбарьерное общение, доброжелательность и доверие, юмор, работоспособность, эрудиция, золотые руки, пример жизненного служения и авантюризма. Уже с высоты своего жизненного опыта понимаешь, какие риски он на себя принимал, доверяя нам, недорослям, пилораму или бульдозер. Зато я именно на ББС научилась управлять большим хозяйством, кормить кучу народу, топить много печек одновременно. Остался вопрос, как он видел людей, что можно и нужно кому поручить и доверить. Был у Николай Андреевич такой талант. За это ему огромное спасибо. Назар. Встреч было много на биостанции, в МГУ. Николай Андреевич поразил меня при не очень броской внешности, масштабностью. Он был очень эрудирован, интересным собеседником, талантливым инженером. А еще владел, точнее, владел за годы работы на биостанции огромным количеством специальностей. Умел осуществлять техобслуживание сложных агрегатов, работать на любой технике. От бульдозера, до ридового катера с умением читать лоции. Ну и, разумеется, был высокоморальным, порядочным человеком, хотя и весьма внешне строгим. Мне доставалось от Николая Андреевича за промахи, и народ надо сочинил право на песню, которую я помню до сих пор слова. Саша, спроси, я не знаю эту песню, надо у Назара спросить. Что ББС в твоей жизни? Очень яркий отрезок, трогательная красота севера, общение с замечательными людьми, объединенными общими идеями. Наверное, это главное. Нам, вот и Мехедов, да, важно, что Сережа Мехедов в течение многих лет был и командиром стройотряда. Нам грандиозно, фантастически повезло, особенно тем, кто первый раз приехал на ББС случайно, как я. Мы почувствовали очень быстро, что туризм это второстепенно, а главное, это волшебная атмосфера в сообществе людей, центральным элементом которой был Николай Андреевич. Я повидал много ярких людей, общался с большими учеными и убедился, что он был абсолютно выпадающим из всех известных мне людей, человеком с огромной душой и очень значительным участием отдал нам. Все это вытекало из необходимости работать с нами, из стремления строить и развивать станцию, не благодаря, а вопреки. Это не входило ни в какие его обязанности, как директора. Я знаю, что практически все читающие это будут помнить его и лелеять в память о нем весь остаток жизни. И я, конечно, тоже. первый раз попала на ББС в 76-м году. Помню, как Николай Андреевич совершал обход ББС, смотрел, как мы работаем. Честно говоря, я его немного побаивалась. Я думаю, это был не совсем страх, просто чувствовался внутренний огонь, это самая статья неистов и перцов, который в нем был. И я терялась, не знала, как себя вести. Иногда, если ему не нравилось, что мы делали, а может просто для смеха, он говорил, тяпы, ляпы и совсем грозно, попы. Но я думаю, что он не относился к нам серьезно. По-настоящему близкие отношения были тем, кто ходил на бригадирки. Поэтому лучше говорить в моем случае не о Николае Андреевиче, о следе от той ББС, которой она была при нем. Скажу коротко, все, что потом произошло важным в моей жизни, выросло из ББС и строя отрядов. Лучшие друзья, главное увлечение пение, неудачно-удачное замужество, то стиль общения, который был принят в строя отряде, под влиянием Николая Андреевича, стал моим стилем общения. Простой и честный, я бы сказал. Вот это мы, здесь я, понятно, как мы кучковались, да, как понимали. Значит, всего через строя отряд, Сережа Михедов посчитал, прошло 1945, 1978 человек. Из них 1300 приехали один раз. Михедов сожалеет о том, что это недостаточно влияет. Но воспоминания, которые у нас есть, то один приезд человека на биостанцию зачастую отражался, как самое яркое событие в его жизни тоже. И поэтому я не думаю, наверное, просто тем, кто медленно все понимает, им понадобилось и 10, и 20 раз подобное, значит, Сережу или мне для того, чтобы все это понять. Вот. И, говоря о тех причинах, значит, Сережа говорит, что вот, кто такие мы, да, это там группы благополучных детей, которые, как бы, с одной стороны, их интересовало, там, близко, какие-то новые места, оказалось, что интересует общение и находиться в подобной, значит, обстановке крайней высокоинтеллектуальной дискуссии, на самом деле, которые происходили, конечно, и в разновозрастной компании, то есть там были все реализованы некоторые педагогические принципы, горло пересыхают, которые прописаны. Андрюх, спасибо большое. Которые прописаны. Для меня это было очень близко, потому что дед мой прообраз главного героя в фильме «Путевка в жизнь», да, по-моему, из Голочевской коммуны, другому, да, все они были расстреляны, дед второй, на Бутовском полигоне, но что такое коммуна, это вот то самое ощущение, о котором я слушал все свое детство. Спасибо большое. Вот. Ну и что же получилось? Вот о чем пишет Саша Мерков, человек, который любит биостанцию. Что бы было в моей жизни? Многие годы это было место, где меня почти всегда были рады видеть. Я полезен, и мне хорошо. Увы, эти годы кончились. Или Сережа Ланда. Сережа, до недавнего времени был декан математического факультета высшей школы экономики. Я родился и вырос на Урале, и тайга на ББС не была для меня чем-то принципиально чужим, хотя принесенные ледником камни были совсем не такими, каким я привык. А вот с морем мне доводилось встречаться очень редко, и белое стало откровением, живое, прозрачное, с каменистыми берегами, образцом тем, что я стал ожидать от будущих морей, и что потом попадалось нечасто. Точно так же среда, в которой я оказался на ББС, послужила мне образцом, который я искал всюду, где бы не оказывался впоследствии, который я стремился создавать вокруг себя, если такая возможность появлялась среди лампы. Это верно, это и выход из того положения. Мы знаем, что я не вижу Светы, просто Света Пацаева. Да, вот, она вернулась, она пишет о том, что благодаря взаимодействию с Лениной группой она вернулась, нашла себе дело, и после там 20 лет появилась опять на биостанции. И продолжение развития ББС для меня стала наша мероприятическая компания, товарищество по изучению эволюции, отделяющих в район. Как снежный комп, компания растет и крепнет. Границы биостанции практически не изменились, но оболочка кора или первая коронавирусная сфера растет в объеме за счет выхода в иные измерения. И я помню, где-то Тяпа пишет о том, что попадая в иную реальность, вы знаете, что на биостанции разговор никогда не кончается. Ты прерываешься на полусловие, через год возвращаешься и начинаешь с этой фразой. Там ничего не надо, ты просто на некоторое время ушел оттуда. Вот. И я, да, как бы, у меня, там, моя история, я в книге описал, значит, будучи школьником, помимо всего прочего, я у креста вернул, и передо мной такой, не в темной воде, как у мумрика обычно, а морской ангел пристал в абсолютно голубой, светящейся воде и окончательно определился социальностей, поступил на физику моря. Благодаря биостанции попал в агитбригаду, благодаря агитбригаде меня выгнали из физфака, да, так сказать, благодаря того, что меня медленно выгоняли, значит, соответственно, я зимой поехал на биостанцию, а вместо меня в агит пошел Дим Богданов и как бы вот занял мое место в ардерии регистрировали с гораздо большим успехом, как я теперь понимаю, вот, но таких групп за, в 98-м году мы с Галки Гончаровой и моей женой Ташей вернулись, да, при этом и в это время я морской геофизик, там, я занимался, три года мы прожили на севере, мы занимались съемкой горла Белого моря, и с 98-го года вернувшись и принеся туда практику, вот таких групп, которые вы видите, вот двое самых маленьких, это, конечно, не студенты, а двое из пяти наших внуков, да, вот, но на заднем плане зато сына, а дочка училась под руководством ЦЭПН в аспиратуре, то есть вся наша семья, она пребывала на биостанции и за 25 лет морской практики для геофизиков более 500 человек, более 500 уже прошло эту практику и теперь для биологов тоже, когда Саша показывал черпап, мне было крайне обидно, все биологи теперь знают, что такое гидролокация бокового обзора, там, и так далее, никого не пугают, вот эта карта, да, вы видите Киндамыс, остров Великий, вот эти вот красные выступающие, а все, что внизу, это то, что нам казалось, это было покрыто водой в нашем сознании, теперь это рельеф, который есть внизу, он снят, на нем живут разные животные, мы знаем где, там бесконечные видеоряды, вот это ландшафтные занятия, пришлось, пришлось выбрать себе, значит, занятие, поближе к биологам, подкрасться, сказали, давайте вместе, я вам помогу, вот, благодаря этому пустили, и теперь вместо вот просто, там, крестовых островов, эта штука называется Нейминской, Чернореченской, его местности, и там делится ландшафт, с простыми названиями, холмистой, аккумулятивно-генодационной равнины, осложненной структурно обусловленной ложбины с активным гидродинамическим режимом, вот, это, да, есть, да, такое дело, это наши ландшафты, и вот я тоже здесь привел, значит, воспоминания уже упомянутого Андрея Арнорушайла, что бы бояться в твоей жизни, молодость, идеализм и свобода, да, это доверие, которое было, это, так сказать, он вселил в нас уверенность, что все можно сделать, да, вот, и можно в любом состоянии сохранять свободу, внутреннюю, идеализм, и, конечно, надо отметить, что на биостанции никто не взрослеет, но посмотрите на этих сотрудников вообще, когда рассказываешь прохождение людей, ну, это такое ничего, да, чем люди занимаются, сидел, сидел, думал, думал, потом, ну, придумал, придумал, а потом, потом стал думать, что мне дальше делать, да, ну, кто может назвать это работой, да, и вообще, чем они там занимаются, значит, Господь создал человека, чтобы он еще управлял животными, помните, он подвозил к нему животными, называет, они продолжают просто этим заниматься, это почти первобытные люди, они собирали вот эти бревна по берегам, вот это поликорение, теперь они, значит, дают имена животных, которые не существуют, пока их не назовешь, да, это биостанция, это большая бесконечная игра, в которой никто не взрослый, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Твердислав, заведующий кафедрой биофизики и физического факультета. Сева Твердислав, да. 35 заведую уже. Дорогой Николай Андреевич, я обращаюсь к вам с тем, чтобы вы узнали, что физический факультет Московского университета и помнит, и любит вас, и благодарен за то, что более 700, я подчеркиваю, может 800, этого никто уже не узнает никогда, более 700 биофизиков физического факультета получили блестящее, ну скромное, конечно, но тем не менее блестящее биологическое образование. Биологический факультет учит нас с 1960 года. В том же году летом, первые биофизики, это было за год до того, как я туда приехал, с 1960 года, все годы, мы ездим к вам на биостанцию. И должен сказать такую вещь, что нас отметили сейчас как первых студентов, которые выполняли самостоятельную работу, самостоятельную работу. Я должен сказать, что для меня это одно из самых ярких впечатлений, потому что я дробил яйца морского ежа тогда и очень далеко зашел морфогенез. Я до сих пор горжусь, потому что у меня отняли мои чашечки эмбриологи и сказали, что ты уже обойдешься. Так легкая рука была. Значит, легкая рука была у Николая Андреевича, не только у него. Я низкий поклон хочу принести его товарищу и моему тоже очень дорогому человеку Вехову. Я должен сказать, что три биолога, все спецпозвоночных биофаковских, сначала Наташа Липунова, внучка и дочка великих Липуновых, биолог, учила нас вместе. Десять кафедр биофака работали тогда с нашими студентами, сейчас чуть меньше, но тем не менее, это блестящий и низкий поклон всему факультету. Низкий поклон моим, я тем самым учителям в нашей кафедре, Липуновой, Веленкиной и Ларисе Меньшининой. Вот я что хочу сказать. Я всем желаю долгой жизни. Я встречал очень... Я узнаю лица, которые изменились за последние 50 лет. Ну, такое бывает с нашими лицами. Я всем хочу, чтобы я прожил долго, и я всем хочу сказать, что я хочу вас еще много лет видеть. Дай вам всем Бог, а нам в счастье общаться. Николай Андреевич, спасибо. Спасибо большое. У меня Екатерина Карельчинская, по-моему, хотела что-то сказать. Очень рада всех видеть и рада снова находиться на биофаке, в моем любимом месте уже давно. Посещение биофака стало для меня чем-то вроде куска очень вкусного, торта, который редко удается скушать. Ну вот я автор этой книги нашумевшей, которой много недостатков, но которая, наверное, была первой вот такой книгой о БВС, потом появились другие достойные. Я не должна была вообще-то быть на этом месте, потому что, во-первых, как выпускница кафедры генетики, я не ездила на Белое море, и на БВС-троотряд, можно сказать, попала случайно. После больших сибирских экспедиций вот моя однокошница Таня Зайцева предложила поехать на Белое море, и я как-то так согласилась неохотно. Но оказавшись там, я почувствовала, что это совершенно необыкновенное место и необыкновенные люди. Вот я себе сказала, после первого же буквально строя отряда, который был в августе 83-го года, что это мое место и мои люди, хотя они были очень похожи на меня и на мой жизненный опыт. Ну и, в общем-то, я к младшему поколению отношусь, это приятно, потому что уже не так много аудиторий, в которых я к младшему отношусь. И я ездила, в общем-то, очень недолго, но, к счастью, была знакома с Николой Андреевичем, и даже какие-то были моменты, когда довольно тесно общалась. Чуть попозже я об этом расскажу. А потом возникла мысль о том, что нужно написать книгу. Ну вот я с тех пор, это была вторая моя книга, после этого у меня уже около 20 книг вышло, но для многих присутствующих в этой аудитории, для многих биофаковцев я автор этой книги, и больше ничего. Я сказала мне уже упомянутый Сережа Мехедов, что ты будешь умереть после этого. Ну, книга, конечно, в ней много недостатков, и, ну, наверное, есть и достоинства, потому что она наделала очень большой, вот то, что называется в маркетинге рекламный фактор, она произвела очень большое какое-то вот воздействие на общество. Меня обещал выставить Матьокин за то, что я эту книгу написала. Мы как раз плыли на катере ББС по Яконду, да, он сказал, как смели вы, не зоолог без позвоночных, писать такую книгу о нашей ББС. Это в 2008 году, когда она вышла. Предлагали сжечь весь тираж книги немедленно тут же на ББС. Ну, и разные другие, конечно, высказывания. Ну, для меня, кстати, было огромной поддержкой, что Наталья Михайловна Перцова отнеслась к моей идее очень благосклонно. Это было нелегко, потому что я, ну, наверное, около пяти лет вообще-то писала эту книгу, и когда я начала ездить, может быть, меня кто-то поправит, потому что, наверное, кто-то здесь есть, кто помнит, когда именно на биостанции не было электричества. Когда я начала собирать материал на биостанции, а собирать его пришлось на биостанции, потому что, в общем-то, были статьи, были отчеты, были обзоры, но не было того, из чего делается книга. То я помню, что электричества не было. Мы с мужем приезжали на биостанцию, без него бы я, конечно, не сделала этой огромной работы в одиночку фактически. И я ходила в контору, смотрела документы, входящие, выходящие. И вот эти трогательные восьмушки бумаги, на которых Николай Андреевич каждую неделю писал задания работникам биостанции, некоторые из них они приводятся, и документы, касающиеся перегона Сейнера и многих других событий биостанции. И вот тогда я стала как-то лучше понимать и видеть этого человека. То есть он, конечно, на меня произвел большое впечатление, когда я его увидела, но это были уже последние годы его, последние пятилетия его жизни. И он мне тогда показался очень усталым, я бы сказала, гладиатором на арене, который очень устал. Вот помню это первое впечатление. Потом появились, конечно, другие впечатления, когда уже ездил в стройотряд, и мне было ясно, что этот человек, конечно, это центр, нерв, сущность вообще этой станции. Но по-настоящему уже как-то глубоко я узнала вот у него из этих восьмушек бумаги, из этих документов, из писем, из рассказов Натальи Михайловны, которая, ну вот, вообще-то, слушая ее рассказы, я себе сказала, что это человек сделан из того же теста, что и Николай Андреевич. Она очень делала это, я не скажу неохотно, но очень сдержанно. Ей это было нелегко. Мы с ней сидели белыми ночами, я записывала, я даже не записывала, я сказала, вы не записывайте, я вам буду рассказывать, вы не записывайте. Я приходила туда, где мы жили, сейчас не помню, в каком доме именно, и потом записывала это в блокнот. А документы я себе надиктовывала на магнитофон. Конечно, никаких айфонов не было, потом я обнаружила, что мне очень плохая дикция для этого занятия, и многое там пришлось пересматривать. Но Наталья Михайловна рассказала какие-то, конечно, бесценные моменты жизни, которым характеризуется Николай Андреевич, и она тоже, конечно, как спутница его жизни. Например, она рассказала мне, как у них сгорел дом, и как Николай Андреевич, получив вот об этом телеграмму, он долго целый день ходил какой-то замкнутый, понорый. Она тоже присматривалась, прислушивалась, она очень таким сдержанным, трепетным была человеком. И потом они пошли в кино, и после кино она сказала, ты знаешь, у нас сгорел дом, и все, что в нем было. Она засмеялась и сказала, и только-то. Ну вот, это, конечно, ее очень характеризует. И когда я начала работать, вот передо мной открылся этот мир, который, конечно, создал Николай Андреевич, вот мир людей. И в нем были какие-то удивительные законы, потому что человек, который имел там кабинет на Остоженке, когда я приходила, говорил своей секретарше, меня два часа ни для кого не будет. Выключал все телефоны для того, чтобы рассказать о том, что такое было для него ББС. Вот я не вижу здесь Юрия Федоровича Богданова. Юрий Федорович, не будет? Елена Алексеевна? Не будет Юрия Федоровича? Не вижу Юрия Федоровича. Был такой момент. Я аспирантка Юрия Федоровича Богданова, муж Натальи Алексеевны Липуновой. Ну, это мой научный руководитель. И я так увлеклась жизнью на ББС, что забыла. Ну, то есть не забыла, а так подзадержалась как-то. Перед аспирантскими экзаменами я подзадержалась в сентябре на великолепном на ББС. И опоздала Юрий Федорович, устроил мне страшное нагоня, и сказал, что вообще я никуда не попаду там и так далее. И вот совсем недавно я вдруг вспомнила, что если бы в этот момент я ему сказала, где я задержалась, его реакция была бы совершенно другой. Потому что Наталья Алексеевна Липунова, Юрий Федорович, пламенные, конечно, губевцы, и Наталья Алексеевна, великолепная, изумительная совершенно, конечно, девушка была. Вы видели ее фотографию. Просто это какие-то восхитительные, необыкновенные люди. И вот у Николая Андреевича было, конечно, такое свойство. Да, а что касается книги, чуть я тут только о плохом говорила, то, в общем-то, некоторые плакали. Я знаю людей, которые после 20 лет ссоры старые друзья помилились. И, как сказал мне тот же Сережа Мехедов, отказавшийся давать показания для книги, потому что это невозможно рассказать, он сказал, твоя книга – очень дорогой подарок в Америке. Ну, что тут? И все-таки вот Миша удалось ему разговаривать, то есть он подвесил ошибку. И вот у Николая Андреевича было такое удивительное, конечно, качество. Он тут о многом говорили. При яркости собственной личности он умел объединять личности вокруг себя. Это было, конечно… Это вообще редкое, очень редкое свойство при разнообразии талантов собственных, проявлений, уметь подчинить их общему делу. Это еще более редкое, невозможное почти, крайне редко встречаюсь. При этом не преследуя никаких личных целей. Будучи таким, ну, вот, капитаном, да, человеком, может быть, и авторитарным, ну, как иначе капитан-то, может быть. У него было… Ну, в общем, все было, конечно, и мягкость, и я не удивлена была, когда я узнала, что он очень хорошо танцевал. Ну, он, по-моему, все делал хорошо. И какая-то и сердечность. И вот для меня одно из самых дорогих воспоминаний, это, как уже в последний, наверное, год мой на ББС, то есть это, наверное, 85-й, в зимнем отряде, у него был приступ, язвы, и мне попросили что-нибудь ему приготовить, я на кухне в то время была, я пошла, сварила супчик такой, который бабушка моя еще делала, диетический. Николай Андреевич, я помню, что играл на пианино, играл на шопена. Мне, конечно, это было удивительно, просто для человека, который умел водить трактор, запрягать лошадь, ну, и сами вы знаете все остальное. И когда я читала название группы «Век Перцова», вот меня, честно скажу, только вот недавно осенило, что это век, потому что вот в столетии Николая Андреевича, то есть у меня было ощущение, что мы просто все живем в веке Перцова, но вот век, он может кончиться, но мне кажется, не кончился страна ББС, которая сейчас выходит на новую орбиту, и то, что вот это место со всей его особой энергетикой, оно продолжает являться, ну, и оно живет, конечно, в наших сердцах, и в этом тоже его, как бы, жизнь в вечности. Но страна ББС, она остается, она остается не только в памяти, она живет, и вот мне тут Наташа Гарина какие-то вспомнила, что, так сказать, могли бы быть обиды, обида была только одна, вот для людей, она касается тех людей, которые никак не отреагировали на книгу или не захотели что-либо рассказывать. Вот это единственная обида, все остальное. Я очень благодарна всем, кто в огромном, в общем-то, множестве, несколько десятков, можно сказать, уже под сто интервью, рассказывали о дорогих им днях, о дорогих очень событиях, и это отразилось в книге, иногда возникало ощущение, что люди сидят у печки, в комнате, на Воронье и Слободке, и между собой о чем-то разговаривают. Поэтому я еще раз хочу всех поблагодарить, кто был на биостанции, кто на ней остается, и кто на ней будет. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Мы вообще-то заседаем уже два часа, и время у нас очень немного, потому что бесконечно заседать нельзя, но мы зато можем потом все перейти в кафе Ули в корпусе А, чтобы не заканчивали. Но у нас есть два обязательных еще выступления. Это выступление Елены Камзолкиной, которое представит нам проекты памятников Николаю Андреевичу. Спасибо, что ты говоришь, что у нас сегодня здесь собрал Николай Андреевич, и, ну как, сегодня ваш день для всех в этом плане. Меня зовут Камзолкина Елена Анатольевна. Я человек творческий. Я закончила в Гахе имени Сурикова. И на биостанцию попала около 20 лет назад вместе со своей мамой. Она научной сотрудникой поехала туда на практику. И меня еще в детстве очень сильно впечатлило, насколько в условиях Дикого Севера может существовать, процветать такая станция. И она оказалась очень уютной и гармоничной. То есть прям вот в природе Севера. Мне захотелось узнать, насколько она... То есть захотелось узнать ее историю. И я купила книжку вместе с мамой, потом вдруг ее читала. И узнала, что одним из людей, несших вклад в развитие этой станции, одним из первых был Николай Андреевич Перцов. И я сделала его главной темой своей творческой работы. Это не единственная моя скульптура, но одна из основных по развитию самой идеи, композиционному решению. Я сегодня представляю свои эскизы вам из того, что я сделала. Почему столько лет работала? Потому что одно дело делать памятник писателю, и которого мы все знаем, например, Александр Сергеевич Пушкин, которому поставлены сотни памятников. Такое дело составить образ человека, который был настолько многогранным, столько всего сделал, чтобы этот образ был узнаваемым и раскрывал его максимально точно. Я сейчас покажу. Этот эскиз, он здесь уже в возрасте. Я его сделала по фотографии, которые есть в этой книге. Там он стоит как раз с рупором в одной руке, а в другую руку я ему вложила папку. Это образ человека, который управляет, как говорит всем. А папка как необходимые документы, может, какие-то научные документы, может, по строительству. Следующая эскиза, это я сделала его тему своего малого диплома в институте. Это Николай Андреевич стоит на механизме ветряка. Ветряк я сделала фрагментом, потому что, если бы он был целиком слеплен, то было бы немного не то впечатление. И последний эскиз, это Николай Андреевич, за ним рельефом идет пейзаж биостанции. Я его стилизовала. Он как человек, выступающий перед ней, и за ним, соответственно, вырастает такой научный городок. Еще сделала рельеф. Это эскиз памятной доски. Нутральный величинок хорошо смотрелся в длину полтора метра. Он отлит уже из бронзы и затонировал. Это натуральный цвет бронзы с патином. Эскиз у меня затонированы акрилом и баллончиком, поэтому они такие блестящие. Так что я хотела вам показать свою работу, которую я очень люблю и делала с большой любовью и дизайнером. На этом мою речь закончу. Спасибо большое. Вы, пожалуйста, потом посмотрите. Не обязательно же сейчас это убирать. Хорошо. Они же маленькие, никто их еще не видел. Вы, пожалуйста, посмотрите, когда спуститесь. Ну, надо будет думать, что нравится, не нравится, и будем мы ставить и где. Ну, я не знаю, на биостанции, здесь, это надо думать. Михаил Владимирович, я думаю, что это будет последнее наше выступление здесь, если никто больше не хочет. И потом, может быть, перейдите потихонечку в корпус. Добрый день. Калякин Михаил Владимирович. Вот все, что вы тут рассказывали, я наблюдал с трехлетнего возраста. Я пытался пробраться на пирс, когда разгружали кирпичи. Несколько кирпичей сам же положил в основании аквариалки трехэтажной, когда мне было лет 8, наверное, или 9. И страшно расстраивался, когда в 1972 году был пожар на Высоком. Николая Андреевича не было. Руководила станцией Нина Леонтьевна, а моя мама Наталья Михайловна выехала на Соловки, и поэтому Нина Леонтьевна не разрешила мне участвовать в тушении пожара, потому что мамы нет, и кто возьмет, то есть соответственность. Вот так вот несчастливо я прожил август 1972 года, и таких рассказов у меня примерно столько, сколько у Михаила в его папке. Поэтому я сконцентрируюсь, возьму себя в руки, и только два слова о Николаю Андреевичу. Понятно, что я тогда приехал на ББС в три года, в 1966 году, то дальше я жил в этой обстановке. Николай Андреевич для меня был не директором, не знаю, как его сейчас вы будете аттестовывать, ну вот каким-то главным человеком. Ну, я еще раз говорю, подобрать сейчас слова не удаст, духом места, а заодно еще и его хозяин. Вот. И просто пара эпизодов, чтобы мы быстро закончили. Когда-то мы с Натальей Михайловной ловили рыбу под Великим вдвоем, почему-то, где была сестра, не знаю, где она сейчас. Вот она. Значит, и пьяные егеря, которые в Лобаннике работали на Великом, подплыли к нам на моторке, и сказав, что мы слишком приблизились к заповедному острову, вот там оставалось метр пятнадцать, подцепили нас и увезли туда. И это каким-то образом с причала заметил Николай Андреевич. Вы можете, зная эти масштабы, можете представить себе, что это, в общем, было не очень легко. У меня после этого всегда было ощущение, что он всегда ходил по берегу и следил за тем, что происходит. Вот. Он примчался за нами на мышонке и, значит, нас вернул на биостанцию живыми и невредилыми. Вот. И тут много очень рассказывали про то, как он кому-то доверял. Мне он, конечно, не доверял, потому что в те времена у нас была шайка вот таких вот детей ВБС. Приятно, что каждое сколько-то лет там эта шайка обновляется и продолжается до сих пор. Вот. Самый яркий эпизод, их было много неприятных, но самый яркий был такой, что прямо, по-моему, в первый день программы прибыли мы объединились еще с семью или восьмью разного возраста детьми, и это была классная игра. Вот теперь нет бетонной мешалки, да, но все помнят, как она выглядела. И все знают, что с нее можно было легко спрыгнуть на землю, вот там, ближе к кресту. И вот человек восемь детей бегали по шиферной крыше, потому что мы играли в казаков-разбойников. И, как вы догадываетесь, всегда в таких случаях, в самый ответственный момент вдруг все поворачиваются, Николай Андреевич стоит на дороге. Дальше, я думаю, все знают про взрывной характер Николая Андреевича. И, ну, наверное, последняя капля, потому что я говорил, я могу вам все рассказывать очень долго, уже закроются даже и кафе, и метро. И очень хорошо, что есть место, куда это все можно слить, держитесь. Последний эпизод все-таки был, если я правильно понимаю, это был 77-й год, когда перед приездом первого курса как-то отрубились плиты столовой. И Николай Андреевич за день, ну, наверное, за два, собрал вот ту печь, которую сейчас все знают, да, много комфортнее. А я гордился тем, что я подавал в кирпичи и размешивал. Цемент. Вот, так что с правоотрядовцем я всегда в детстве завидовал, а теперь уже завидую сам себе, потому что вырасти в таком месте, и напомню, что мои родители были вот не в первом строеотряде, а во втором, и вот эти все вагонетки с подачей стволов на распилку, мне иногда, потом, когда-то разрешали это тоже покатать. Вот, в общем, я там прижился, и спасибо за это не только Николаю Андреевичу, но и всем вам. Все, я дам славу руки и напомню. А можно одно слово? Да, конечно. Вот, мы уже сегодня несколько раз говорили о том, что есть такое место, куда можно, как сказал Михаил Владимирович, слить информацию. У нас есть такое место, еще одно, надежное. Это сайт Беломорской биостанции МГУ. На нем есть, на этом сайте, у этого сайта есть раздел «История биостанции», и есть страница «История биостанции». Я вас прошу, и поленитесь, загляните в этот раздел сайта. Во-первых, вы там сможете много интересного прочитать. Буквально специально к этому мероприятию мы выложили на этом сайте воспоминания Володя Лебедева, который был главным инженером с 1986 по 1993 год, о том, как они там зимовали, что-то немножко об Николе Андреевиче, воспоминания вот тех времен. И если будут какие-то еще написанные воспоминания, наш сайт – надежное место для охранения и обнародования таких воспоминаний. Будем очень вам признательны. Спасибо. Вы хотите сказать, Владимир Ломанович, конечно. Я так. Я думаю, меня и так услышат. Ну, тут рассказывают о том, как встречались с Николаем Андреевичем. Я ботаник. На ББС оказался довольно поздно, когда там была налажена работа. Ну и наблюдал Николай Андреевич со стороны, слушал, что они говорят и так далее. Напомню вам слова Шекспира. «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры». Как понимать вот это выражение «люди – актеры»? Вспоминая свое детство, которое я провел на самокатной улице, в школьные годы там часто показывали трофейные фильмы. И из одного трофейного фильма мне запомнилась «Ариоза паяца». «Ну, петь я не буду, а слова скажу». «Ну, скажу, да, ну, ты паяц, ты наряжайся, лицо машу рукою, народ ведь платит, смеяться хочет он, а Колумбина Альбекин похитит, смейся паяц и всех ты потешай». Николай Андреевич не был, конечно, таким артистом, которому там платили. Перед ним была идея, эту идею он пытался осуществить. И вот Симон Ильич Шнольф в своем большом произведении о Николае Андреевиче заметил черты утопизма в деятельности Николая Андреевича. Но напомню, что Томас Мор, который написал «Утопию», был казнен. И вот в жизни Николая Андреевича из песни слова не выкинешь. Были случаи, когда близкие друзья, помощники изменяли ему, писали жалобы. Кто в крово? И не все в деятельности в жизни, не все его поведение нравилось и мне. Но, как говорится, не судите, не судимы и не судимы будете. Вот эту вот ситуацию оценщика и исполнителя хорошо отметила Лариса Миллер. Я себя едва не знаю, а другого чусь понять. Из-под спуда вынимаю старый тоник с буквой «Я». Прошлый мир, но снова ведок очага былого дым. Чем ты был, мой давний предок? И терзаем, и томим. Как ты прожил, предок бренный, свой живой, недолгий срок? преподай мне откровенный, полный мудрости урок. Ты погонщик, скот левьючный, раб ли, жертв ли, палач? И о чем твой смех беззвучный, и о чем бесслезный плач? до смерти Николая Андреевича я с усмешкой как-то относился к рассказам и устным, и письменным о некоторых паранормальных явлениях. А вот когда он умер, я столкнулся с таким вот явлением. Впервые я вот расскажу вам. Я был в это время на ББС, собирал на 10-й грибе махообразные растения, и вдруг меня как что-то кольнуло. Николаю Андреевичу плохо. Ну, в это время все знали, что ему плохо, что он дома. Я бросил, вернее, все спрятал в папку гербанную и отправился сразу, не заходя в лабораторию в дом Николая Андреевича. Там встретил Наталью Михайловну, которая находилась рядом с лежащим, стояла рядом с лежащим на полу телом Николая Андреевича, сказала мне, Володя, я послала за Колей уже. Через мгновение появился Коля Заренков, мы стали делать искусственное дыхание, но ни к чему хорошему. это не привело. Но этот рассказ я не хочу повести при меня, как будто бы я обладаю какой-то чувствительностью и так далее. Я просто думаю, что и другие что-то почувствовали. Просто Николай Андреевич, мне кажется, обладал какой-то силой и создавал вокруг себя поле, которое ощущали все, кто с ним работал. вот это поле, оно с нами остается и давайте помним Николая Андреевича как великого человека созидателя. Спасибо. Владимир Романович. Ну, кажется, на этом мы заседание закрываем. Пожалуйста, спускайтесь, познакомьтесь с макетами и, пожалуйста, потом можете как-то писать нам, что вам понравилось, а что нет. Ну, Спасибо.